Вести Карачаева, Черкесия Руководитель региона Рашид Темрезов Руководитель региона Рашид Темрезов Энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. В Доме правительства состоялось совещание с заведующими отделений Центра социального обслуживания населения по вопросам порядка взаимодействия социальных работников с семьями мобилизованных граждан. Участникам мероприятия даны разъяснения по решению проблемных вопросов семей. Принято решение о том, что вопросы, находящиеся в компетенции Центра социального обслуживания, будут решаться незамедлительно. Остальные вопросы будут переданы для скорейшего решения в администрации, муниципальных образований и органы исполнительной власти. Почти 400 человек состоит сегодня на учете в Центре занятости населения Черкеска. Для них предприятия нашей республики предлагают почти 800 вакансий по таким профессиям, как врачи, лаборанты, инженеры и учителя. Центр занятости регулярно проводит ярмарки вакансий. Одна из них недавно прошла в Черкесске. Комментирует информацию начальник отдела прогнозирования рынка труда, отчетности и автоматизированной информационной системы Елена Цацурина. На сегодняшний день у нас в Черкесском центре занятости состоит на учете 390 безработных. Это небольшая цифра. У нас сейчас уровень безработицы 0,7%. Это довольно-таки низкий уровень безработицы. Вакансий много. Вакансий в наличии 800 сейчас у нас. Разные рабочие профессии в основном у нас сейчас востребованы. Но и служащие тоже нужны. Региональное министерство промышленности и торговли провело выездное обследование на маршруте Тепличный-Черкеск. Ведомство в социальных сетях обратился житель Усть-Чгуты с предложением провести утренний мониторинг наполняемости маршрутных автобусов Тепличный-Черкеск. По утрам к 8 часам трудно уехать на работу в Черкеск, указал в своем обращении гражданин. Мониторинг был проведен с 7 утра, когда объемы пассажиропотока достигают наибольшей численности. Анализ показал, что существенных срывов на данном маршруте не зафиксировано. Перевозка пассажиров осуществляется согласно установленному расписанию. В компаниях республики Сады Карачаево-Черкесии, а пока при Эльбрусе и Трамп продолжается сбор урожая. На площади 219 гектаров собрано 9000 тонн яблок. Ожидаемый сбор в этом году порядка 14000 тонн яблок, что на 2000 тонн больше, чем в прошлом году. Общая площадь садовых насаждений трех хозяйств составляет 480 гектаров. Проект по развитию туристко-рекреационного кластера «Домбай», который планируется реализовать за счет инфраструктурного кредита в 900 млн. рублей, поможет увеличить турпоток в регион на 370 тысяч человек. В рамках проекта планируется строительство скоростной канатной дороги с пропускной способностью 2400 человек в час, а также объектов общепита и жилого дома. Об этом рассказал министр туризма и курортов республики «Рассулти Киев». Инвестиционный проект развития «Домбая» предполагает, что за счет инвестиционных бюджетных кредитов, а также новых инвестиционных проектов, есть такая мера поддержки федерального центра, предполагается строительство, обеспечивающая инфраструктуру, что, конечно же, позволит более качественно подходить к оказанию услуг. Значит, это будет реконструкция сети горнолыжных трасс в общей протяженности 17,4 километра, это электроснабжение, работа над газоснабжением продолжается, и она будет завершена. Что касается инвестиционной части со стороны вне бюджетки, так называемой, то это объекты туристской инфраструктуры, это в том числе горнолыжная канатка, которая позволит разгрузить на сегодняшний день в пик сезона, мы знаем, что там создаются очередя, и вот эта канатная дорога, она позволит разгрузить и сделать более комфортным пребывание туристов на территории Донбая. Поэтому Донбай также развивается, ему уделяется важное внимание в развитии отрасли. В рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России на базе средней школы Ола Эльбурга на Базинского района состоялась научно-методическая конференция «Актуальные вопросы науки и практики воспитания в мультикультурной образовательной среде». Участники мероприятия рассказали о реализации успешных практик воспитания патриотических чувств малой и большой родине. В картинной галерее Черкеска открылась выставка в семье Единой, на которой представлены работы художников Карачаева Черкесии, отмечающих в этом году юбилейные даты со дня рождения. Жители и гости республиканской столицы могут увидеть произведения таких мастеров кисти, как Борис Атаев, Юрий Карасов, Мухаммед Хохандуков, Николай Кузнецов и Казбек-французов. Отдельная экспозиция посвящена работам заслуженного художника России Умара Мижева, которого не стало в прошлом году. Представленные работы разноплановые, выполнены в разных стилях, однако их объединяет любовь к малой родине. Выставка продлится до 30 октября. Подробности сообщила заведующая картиной галереи на ФИСАД Джандарова. Мы открыли выставку, представленные работы художников-юбиляров, которые проводятся ежегодно в октябре месяце. Но в этом году получилось, что юбиляры оказались самые сильнейшие. Это и Мижи Кумар, которого уже, к сожалению, нет. Это и Микер Хамидович Чамаев и остальные художники. Мэрия республиканской столицы продолжает улучшать внешний оплик города. Его зачастую портят наружная реклама, перетяжки на стенах зданий и самовольно установленные объекты. С начала этого года в Черкесске демонтировали 824 рекламные конструкции. В ближайшее время будет снесено еще порядка 40 таких объектов. Конечно, реклама в городе нужна, но она обязательно должна соответствовать всем требованиям регламентирующего ее размещения закона. С 20 октября по 20 ноября Мэрия Черкеска проводит второй городской конкурс на лучшие литературные эссе или видеосообщения антинаркотической направленности «Выбор в пользу жизни». В нем могут принять участие желающие от 14 до 20 лет, а также некоммерческие организации и молодежные волонтерские движения. Победитель будет определен путем подсчета лайков в социальных сетях под каждой публикацией участника. Последний день предоставления творческих работ – 15 ноября. Строительство и капитальный ремонт более 10 километров берегу укрепительных сооружений планируется завершить к концу этого года в четырех муниципалитетах республики. Это позволит защитить от паводков социальные объекты и частные домовладения, где проживают порядка 4 тысяч человек. В этом году уже завершены работы по берегоукреплению на реке Уруп и ремонт дамбы на реке Тиберда. Об этом рассказала министр природных ресурсов и экологии Диана Качкарова. В рамках празднования столетия республики мы постарались с значительным опережением графика сдать объект. Как объект на реке Уруп – это строительство берегоукрепительного сооружения, так и капитальный ремонт на реке Тиберда в Карачаевском городском округе. Это два социально значимых объекта. Они направлены на защиту населения от негативного воздействия вод, от затопления, подтопления домовладений. Все мы понимаем, что на этой территории проживает огромное количество граждан. Эти люди на протяжении долгих лет, можно сказать, что испытывали такие вот неудобства с угрозой затопления, подтопления. Было даже чрезвычайное положение, в котором, к сожалению, были вот такие вот негативные последствия, что им необходимо было даже оставлять свои домовладения. И, понимая всю серьезность вот этих вот объектов, мы постарались ускорить эти мероприятия. Пожилые люди могут получить компенсацию взносов за капремонт до 100%. Льгота предусмотрена жилищным кодексом, но должна быть установлена на уровне субъектов. Узнать о наличии такой льготы и ее условиях можно в органах судзащиты или у регионального оператора капремонта. Льгота предоставляется одиноко проживающим неработающим собственникам или проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста или же неработающих инвалидов первой и второй группы, достигшим возраста 70 или 80 лет. Этим категориям положены компенсации в размере 50 и 100% соответственно. Восемь предпринимателей из Карачаево-Черкесии приняли участие в социальном бизнес-туре во Владикавказе. В мероприятии участвовали победители и финалисты региональных этапов Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». Для них была подготовлена насыщенная культурная и образовательная программа. Цель мероприятия – обменяться опытом и наладить межрегиональные связи. В 2023 году в Карачаево-Черкесии планируется создать три молодежных проектных офиса. Задача проектного офиса экспертов Росмолодежи – дать возможность сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений. Об этом рассказал советник министра по делам молодежи Расим Попшуов. В данный момент идут территориальные рассмотрения, а так мы хотим развивать не только город Черкесск. Вот это большая проблема, когда только в одном городе сосредоточены все ресурсы. Мы хотим открывать такие площадки, как и в городе Карачаевск и в муниципальных детях. Много людей выпадает из этого процесса. Человек после учебы, после работы вечером сел и для себя такой небольшой досугу устроил, посидел, поработал. И для жителей города Черкеска, естественно, это удобно. Приехал в офис, посидел, поработал, добраться до дому недалеко. Но если мы там, например, рассматриваем ребят, которые каждый день ездят, им, естественно, неудобно оставаться, задерживаться. Поэтому мы хотим в долгую сыграть и открывать такие точки и в муниципалитетах тоже. В Карачаево-Черкесии продолжается прием заявок на конкурс «Лучший социальный проект года». Принять в нем участие и подать свою заявку необходимо до конца октября этого года. Об этом рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы Джамиля Карасова. Он реализуется с 2015 года в каждом субъекте Российской Федерации. Сейчас проходит региональный этап и до конца октября мы принимаем заявки на этот конкурс. Конкурс пройдет по следующим номинациям. Это поддержка и реабилитация людей с ограниченными возможностями. Это здоровый образ жизни людей, спорта, доп. образования, воспитания детей. Это социальное обслуживание. Это и сфера социального туризма, культурно-просветительская деятельность и обеспечение людей социально уязвимых слоев населения. Победители регионального этапа получат ценные призы и дипломы, а также будут рекомендованы и участниками станции федерального этапа всероссийского конкурса. Заявку можно разместить на сайте «Лучший социальный проект года» или же обратиться в Центр «Мой бизнес», а именно в Центр инноваций социальной сферы по адресу «Ленина» 53. В Центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи республики «Спутник» стартовала первая очная интенсивная смена. Здесь собрались 15 юных биологов, которые отобрались на обучение, пройдя конкурсные отборы, набрав наибольшее количество баллов. Всего было подано более 30 заявок. После биологов в Центр на две недели заселятся хэквондисты, а потом музыканты по направлениям вокал и фортепиано. Всего до конца года планируется охватить интенсивными занятиями 300 человек, а регулярными 500 учащихся. До 15 ноября текущего года в Федеральной налоговой службе России проводится онлайн-опрос об эффективности деятельности подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных или иных правонарушений. Жителям республики предлагается на сайте ФНС Республики ответить на вопрос, как вы оцениваете работу, проводимую по противодействию коррупции региональным управлением ФНС в этом году. Респондентам предлагается выставить соответствующую оценку. Участие в вопросе анонимное занимает менее минуты и позволит ФНС России получить обратную связь о работе налоговых органов в регионе. В течение девяти месяцев текущего года судебными приставами-исполнителями подразделений Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии окончено около 87 тысяч исполнительных производств по взысканию штрафов ГИБДД. За указанный период общая сумма, перечисленная в бюджет, составила 60 миллионов рублей. 85 миллионов рублей будет направлено на благоустройство Центрального городского парка Усть-Джигуты. Наряду с этим на благоустройство и поддержку из республиканского бюджета будут выделены средства. О планах по реконструкции парка рассказала заместитель главы администрации Усть-Джигутинского района Светлана Лещенко. Это другие возможности, это другие вообще условия. Здесь как бы парк разбит будет на зоны. Зона, допустим, для отдыха старшего поколения, для детей, для среднего поколения. Здесь будут небольшие питьевые зоны. И вообще это уже будет совершенно другой вид. Естественно, наши проектировщики, те, которые нам разрабатывали проект, люди, они молодые, креативные. У них свое видение. Они попытались осовременить все это. И, соответственно, были учтены пожелания наши в той части, что мемориальный комплекс – это зона тишины, зона покоя. Здесь поблизости находится храм архистратига Михаила 1885 года постройки. Соответственно, вот эти вот моменты тоже учтены. Курорт Архыз готов к передаче частному инвестору. Генеральный директор компании «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев показал кураторам из Минэкономразвития, как идет работа на стройках Архыза. Заместитель министра Сергей Назаров и делегации осмотрели автодорогу к поселку Лунная Поляна, парковку в Романтике, гараж Ратраков, а также автономную газораспределительную станцию и оценили ход работ по оборудованию магистральных сетей. Приоритеты в развитии курорта сейчас – это коммуникации, увеличение номерного фонда и решение вопроса с парковкой автомобилей. Большая часть из этих работ уже выполнена. По итогам насыщенной поездки по горам Сергей Назаров отметил, что Архыз готов к приходу частного инвестора. В Карачаевске продолжаются работы по строительству Ледового дворца. В настоящее время устанавливается каркас здания, объект площадь свыше 4000 квадратных метров, будет состоять из двух блоков. В одноэтажном блоке разместятся сам каток с трибунами для зрителей, залы для хореографии, силовых тренировок и кабинеты администрации. А в двухэтажном блоке оборудуют вспомогательные и технические помещения. В Москве прошел чемпионат России по джиу-джитсу, по итогам которого сборная Карачаева-Черкесии выступила довольно результативно. Золотыми призерами стали Умар Анчоков, Исмел Мамедов, Эльдар Байчоров и Амир Хабичев. Спортсменов тренирует Александр Пападопулос. Кроме того, среди взрослых серебряным призером стал спортсмен из Карачаева-Черкесии Амир Шевхужев, который тренируется у Рустама Кемрюгова. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии облачно с прояснениями, местами дождь в горах с мокрым снегом. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 7-12, в горах местами от 0 до плюс 5. В Черкесии днем без существенных осадков ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 15-18 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 11 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама. Чавыча, семга, красная икра. На рыбной ярмарке дары Камчатки. С 20 по 23 октября. В доме предпринимателя Черкесск, улица Горького, 8. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!